И, наконец, вишенка на этом невероятном торте сегодняшних выступлений, наша звезда. Этот человек так давно погружен в цифровую экономику, что на вопрос, когда я спросила, ну что же изменилось с введением пандемии, она ответила, что ничего не изменилось, я также прекрасно пользуюсь и цифровой экономикой, и другими благами нашей цивилизации. Этот человек умеет зарабатывать на цифровой экономике, и, опять-таки, вопросы по тому, как заработать, я думаю, на эти вопросы она нам ответит сегодня. Я хочу вам представить Валерию Холодкову с темой «Единороги. Миф или реальность современного бизнеса». Валерия, приветствую! Добрый день, уважаемые ТОС-мастеры, уважаемые гости! Дайте мне буквально секунду, я покажу вам свою презентацию. Хорошо ли её видно? Видно, всё хорошо. Спасибо, Наташа. Ну что же, единороги. Миф это или реальность? Существуют ли единороги в нашем современном цифровом или реальном мире? Как вы думаете, как часто мы можем на улице, на Красной площади или выйдя из подъезда встретить единорога? Каковы наши шансы? Ну, наверное, кто-то скажет 50 на 50, встречу или не встречу, но на самом деле шансы наши равны нулю. Единорогов, в принципе, не существует, хотя нам бы очень хотелось в это верить. Но не такова цифровая экономика. Цифровая экономика — это параллельная вселенная, где существует всё, где существуют самые разнообразные, удивительные, уникальные мифические животные. И там действительно живут единороги. И это мифическое животное, этот символ, это яркий образ, представление статистической редкости супер-сверхуспешных, прибыльных, не всегда, но часто компаний, флагманов цифровой экономики. Давайте разберёмся, кто же такие цифровые единороги и чем же они характеризуются. Начнём с самого главного. Без этого критерия единорогом компания называться не может никак. Это самое важное. Один миллиард долларов — это минимум капитализации этой компании. Один миллиард долларов — это примерно 70 миллиардов рублей. Представьте себе, сколько это денег. Очень серьёзный барьер для входа. Второй момент — это частная компания. Как только компания выходит на IPO или продаётся, или сливается с кем-то государственным, она перестаёт быть единорогом. И это случилось, например, с компанией Facebook. Как правило, цифровые единороги стоят на острие технологий. Мы узнаем ещё несколько примеров, довольно интересных сегодня в рамках моей презентации, но почти всегда в 99% из 100 единороги создают что-то уникальное, какие-то невероятные сумасшедшие инновации, которыми мы с вами пользуемся каждый день и считаем, что так и должно быть в нашем мире. Это очень серьёзные инвестиции. Заработать миллиард долларов за буквально 3-4 года, средний срок становления из обычной компании единорогом, практически невозможно. И эти инвестиции мощнейшие, они огромные. Это сотни миллионов долларов. Представляете, какая должна быть сумасшедшая идея в основе этой компании, чтобы в неё вложили столько денег. Как правило, не обязательно, но опять же, в 9 из 10 случаев это B2C-сегмент, то есть это продукты для нас с вами, не для государственного сектора, не для бизнеса, а для меня, для Наташи, для Аллы, для Лены, для каждого из нас, кто сегодня пользуется этими технологиями. Идём дальше. Когда же возник этот термин? Что это за единорог? Когда он, в принципе, вырос в этой цифровой экономике? И вовсе это не так давно. Всего 7 лет назад представительница венчурного фонда Cowboys Ventures Эйлин Ли написала статью в TechCrunch, где обозначила критерии существования таких уникальных стартапов, таких сумасшедшим успешных компаний. 2013 год. Как думаете, сколько в этом году насчитывалось единорогов в мире? Всего 39 компаний. И вы все видите их здесь. Начиная от Фабком и заканчивая Фейсбуком. Тогда, в 2013 году, его капитализация составляла больше 120 миллиардов долларов. Сейчас он всё ещё мог быть единорогом, но он вышел на IPO. Поэтому, к сожалению, единорогом назвать его мы уже не можем. Итак, 2020 год. Сколько сейчас, 7 лет спустя, как вы думаете, в мире компаний, чья капитализация насчитывает миллиард и больше долларов? Вы, честно говоря, мне кажется, очень сильно удивитесь. 465 стартапов с капитализацией 1 миллиард долларов. Это сумасшедшее число. Огромное количество инновационных компаний, которые сегодня ежечасно, ежеминутно создают инновации для нас с вами. Давайте посмотрим на карту. Насколько они реальны? Как вы думаете, в 2019 году где больше всего выросло, возникло таких единорогов? Я думаю, это не будет для вас откровением. 72 компании появились в США, 15 в Китае и 18 во всей Европе. Если мы считаем вообще, в принципе, всех и все европейские страны. Даже в Литве появился такой цифровой единорог. А вы спросите, а в России есть ли у нас такие единороги? Есть, но очень, к сожалению, мало. Авито, Яндекс, ВКонтакте. Но некоторые из этих компаний, как вы знаете, уже официально, юридически не находятся в России. Поэтому не факт, даже нельзя назвать их российскими единорогами. Хотя корни родились они, в принципе, у нас здесь. Есть несколько компаний, но, как правило, мы о них не так часто слышим. Почему? Сектор. Где же они появляются? Больше всего единорогов, и вы удивитесь, это финтех, это финансы. Там, где деньги, там, где инвестиции, там, где возможность распределять цифровые деньги по миру, там больше всего единорогов. На втором месте электронная коммерция. То, чем мы с вами пользуемся постоянно. Миллион приложений в мобильных устройствах. Все, что мы оплачиваем, привозим, покупаем. 12% единорогов. Интернет-сервисы и софт. Это виртуальная, дополненная реальность. Многие очень интересные, очень инновационные стартаперские технологии. Очень крутые вещи. Их тоже довольно много. 12%. И, наконец, Алиса и другие искусственные интеллекты, которые возникают там-сям, развиваются... SpaceX, американская компания. Airbnb, я думаю, многие из нас пользовались этой компанией. Uber, очень много транспортных компаний. Как я уже говорила, Яндекс.Такси тоже может считаться единорогом. Magic Leap, сумасшедший стартап про виртуальную дополненную реальность. Grab, тоже такси, но в Юго-Восточной Азии. And Financial сейчас обладает капитализацией больше 150 миллиардов долларов. Китайский финансовый стартап. Никто, наверное, из нас его даже не знает. А он есть. А теперь я хочу поделиться с вами одной историей. Как сказала Вера, дохлый пудель. Когда видишь дохлого пуделя, понимаешь, что пудель существует. Когда видишь умершего единорога, понимаешь, что они действительно существуют. Есть очень интересная история одного медицинского стартапа. Он называется TerraNOS. Он возник очень давно, в 2003 году. И его основательница Элизабет Холмс. В 2016 году ее капитализация TerraNOS составляла 9 миллиардов долларов. А ее личный фонд 4,5 миллиарда долларов. Она была самым богатым стартапером Америки. Второй Стив Джобс. Что же она придумала? Она придумала портативную лабораторию. Крошечную коробочку, которая по одной капле крови могла дать вам полный анамнез всех ваших возможных болезней. 13 лет она пудрила мозги Америки. 13 лет в нее вкладывались инвесторы, капитал. Называли ее гением медицины. Однако, эпик, фейл. В 2016 году пошли суды, у нее отняли все деньги. И сейчас они даже сняли фильм. Если вам это интересно, внизу у меня есть ссылка на этот фильм о компании HBO. История умершего единорога. Ну что ж, друзья мои, а мы приближаемся к концу. И нам нужно ответить на главный вопрос. Когда вы выйдете на улицу из подъезда, вы наверняка, да что же наверняка, никогда не встретите живого единорога. Но когда мы задаем себе вопрос, миф или это реальность современного бизнеса, то ответить на него можно очень просто. Без этих единорогов мы с вами жили бы совсем в другом мире. Это та самая реальность, в которой мы с вами сегодня живем. Давайте будем надеяться на то, что эти мифические животные будут жить, размножаться, плодиться и нести нам радость цифровой экономики. Спасибо. Благодарю тебя, Лера. Особенно благодарю за прекрасную презентацию. Сердце мое радовалось и обливалось медом. А тема стартапов для меня очень близка и много очень полезной информации, которую я сегодня рассказала.